По-настоящему ярко открывается един районный выпускной вечер. Масштабное мероприятие проходит вот уже в третий раз и вновь в универсальном спортивном комплексе Подмосковья. Сегодня здесь собрались выпускники из 31 образовательного учреждения Щелковского района. Более 800 ребят, все они еще вчерашние школьники, а ныне виновники торжества. Подошел к концу крайний учебный год и завершился весь учебный период. Вы стали взрослыми, вы подошли к другому этапу своей жизни. Конечно, он будет непростой, конечно, вы все волнуетесь перед следующим уплатом, но больше волнуемся мы. Почему мы волнуемся? Потому что мы вас любим, мы хотим, чтобы у вас все удалось. Мне очень приятно оказаться здесь, среди вас, и по поручению министра образования Московской области хочу обратиться ко всем выпускникам подмосковных школ. В этом году в Подмосковье более 370 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Более 400 тысяч медалистов. И среди них очень приятно. Гордимся, что есть выпускники школ Щелковского района. Впервые в едином выпускном принимают участие курсанты Кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Под аплодисменты почетных гостей, родных и близких, в сопровождении звуков оркестра Министерства обороны Российской Федерации проходит торжественный выход выпускников 2018 года. Дефиле фотографии на память, улыбки, радость и только самые положительные эмоции. Именно так начинается этот день. Сегодня вы подошли к перекрестку, к встрече. И после этого перекрестка вы будете выбирать, куда идти и с кем идти. И независимо от того, куда вы пойдете, благодаря тому, что ваши учителя, ваши родители вложили в вас жажду знаний, целеустремленность, вы обязательно достигнете успеха. Перед вами открыта другая дорога. Дорога во взрослую жизнь. И я хотел бы пожелать вам, чтобы эта дорога была счастливой. В жизни вы можете достигнуть многого, если у вас будет упорство в достижении цели. Вот взяли цель и упорно идете к ее достижению. И все тогда у вас будет получаться. Кажется, только вчера все эти ребята впервые переступили порог своих школ. А сегодня они уже стоят на пороге нового жизненного этапа. И, конечно, этот день запомнится каждому навсегда. Ведь выпускной бывает раз в жизни. Оттого и ощущается это легкое волнение. Позади остались все экзамены, бессонные ночи перед ЕГЭ. А впереди учеба в вузах и освоение выбранной профессии. Я помню ту радость, когда я испытывал, когда на плацу нашей школы летной зачитали приказ о зачислении. И когда я услышал свою фамилию, я был невероятно счастлив. И я даже не представлял, что меня могло ждать за эти два года. Но сейчас у меня самые контрастные эмоции. С одной стороны, я рад, что я переступаю на новую ступень жизни. Но с другой стороны, грустно, что покидаю такое хорошее заведение. Еще не студенты, но уже и не школьники. В этот день ребята прощаются с чудесной школьной порой. Оттого и присутствует момент светлой грусти. Ведь больше не будет уроков, дневников, контрольных и шумных перемен. В институте не будет такой близости с учителями, как в школе. Потому что в школе учителя интересуются твоей жизнью. Они как-то добры к тебе. Они все время стараются быть ближе к тебе. И поэтому, конечно же, я буду скучать. Не менее волнителен этот день и для родителей виновников торжества. И, конечно, для тех, кто долгие годы вкладывал частичку своего сердца в каждого из ребят. Передавая им знания и опыт классных руководителей и учителей. С одной стороны, радость за детей, что сдали экзамен и получили аттестаты. Пойдут дальше во взрослую жизнь. А с другой стороны, конечно, грусть, взрослание. Потому что мы с ним вместе с пятого класса, свыклить уже с друг другом. Будем скучать. Но сегодняшняя атмосфера не позволяет грустить никому вокруг. Творческие подарки, выступления артистов и яркие декорации. Уже становятся традиции выступления выпускников. Ребята порадовали всех присутствующих подготовленными музыкальными и хореографическими номерами. Мы очень рады, что выпускников всего Челковского района организовали такое фантастическое мероприятие. И мы рады, что мы можем танцевать здесь. Да, и в честь, и в честь, и вказать нашу вальсу здесь. Мы не зря готовились, мы вкладывали в это свои силы, нервы. И, конечно, какой же выпускной бал без его главного танца – вальса. А после ставшей доброй традицией золотой конфетти «Салют» осыпал медалистов, тех, кто набрал 100 баллов на едином госэкзамене, а также лауреатов премии губернатора Московской области за особые успехи в обучении. Наши ребята отличились особо в своих знаниях. Только 9 стубальников по русскому языку. Еще я уверен, что будут и стубальники по обществознанию. Мы ждем эти результаты по информатике. Мы ждем эти результаты. У нас очень хорошие успехи. И если все-таки возвращаться к празднику, самое главное – это единство всех ребят, выпускников в одном месте, в одно время. Стоя под этим золотым дождем, ты понимаешь, чего ты на самом деле достиг. Тебе все аплодируют, и ты понимаешь, что в этом есть и твоя заслуга, и твоих учителей, и, конечно же, родителей. Выпускной – это день, когда каждый из ребят ожидает чудо, которое непременно должно произойти. Все они о чем-то мечтают, а самые светлые мечты непременно должны сбываться. И вот наступает один из самых торжественных моментов сегодняшнего вечера, когда мечты выпускников, написанные ими на бумаге, отправляет прямо в небо шар желаний. Свои заветные желания выпускники оставили в секрете, чтобы они обязательно сбылись. А продолжился праздничный вечер яркой программой выступления музыкальных групп и звезд отечественной эстрады. Поздравили выпускников Щелковского района и солисты группы «Премьер-министр». Идею общего выпускного ребята оценили. Комитет по образованию администрации Щелковского района при поддержке спонсоров компании Щелкова Грахим и Мултан Щелкова организовал мероприятие на высоком уровне, учтя все необходимое для безопасного и интересного времяпрепровождения. И, конечно, для всех, кто принял участие в этом вечере, он навсегда останется теплым воспоминанием, как финал той беззаботной поры, что зовется чудесными школьными годами. Анна Балиет, Валерий Жеглеев, Станислав Беляев, телерадиокомпания Щелкова.